добрый день вы на канале модные практики напоминаем что у нас видео выходит каждый день сегодня у нас гостях роман добрый день до роман то есть у канала модной практики уже приходит гости канал прививка стиля и сегодня мы с вами да мы сегодня поговорим немножко стиле потому что вы знаете что я даю рекомендацию по стилю в основном как от портного или в изготовлении вещей на что обращать внимание ну а романом а немножко эту тему откроет пошире я хочу сказать вот что что вы уже все знаете что она на нашем канале отшили курс по вечернему платью с корсетом это очень важно для нас курс и мы хотим на тему вечерних платьев немножко сегодня поговорить потому что вот платье перед нами это абсолютно восхитительное платье она очень хорошо сидит на наташи нашей модели она телеведущая и ведущая как бы и конечно а у нее такая профессия что и такие платья нужны мы рады что она такой человек попался ну и я хочу чтобы сегодня роман нам рассказал о вечерних платьях и о том как возможно подбирать аксессуары как можно но быть более сдержанным а как такое вечернее платье можно иметь но в менее таком сдержанном комплекте с аксессуарами я передаю слово роману чтобы он вам уже начал рассказывать но платье действительно очень красиво и действительно очень красиво смотрится на наталья это прям вот подчеркивает силуэт это было очень красиво с какой-то там необычный корсет в двух словах скажите напомните но у нас карсет сшит сшит корсет но он находится между платьем и подкладкой это дает это дает такое что ткань у нас сама по себе не проклеена что к ткани не пришли три гелин ткани свободно находится корсет держится внутри моделирует тело все роскошь ткани почему за счет корсета да он не скрадывает роза ткани он это очень здорово да и вот абсолютно такая статуя . в этом платье вот просто вообще там у меня так-то тело хорошего тут еще так смоделировалась спинка просто шикарно ну а сейчас я хочу чтобы мы поговорили о да чем об аксессуарах ну давайте начнем с туфлей давайте но прежде чем начать туфлей я бы хотел напомнить всем подписчикам такую интересную мысль часто спрашивают можно ли правильно ли брать один комплект в одном цвете за тной из одной ткани или правильно это или неправильно современно или несовременно и многие стилисты сегодня говорят что так нельзя делать что нельзя подбирать сумочку и туфли под один цвет и одной фактуры ткани я же в этом смысле слова более лояльно не считаю что есть классическая интерпретация подбора аксессуаров это когда вы подбираете сумку туфли и вообще всю аксессуар на группу в одном цвете и более современная трактовка это когда мы можем варьировать когда мы более свободны мы можем взять красные туфли и блестящий какой-нибудь там фиолетовый зеленый клатч и это тоже будет смотреться вкусно в зависимости от того какое платье ну как как к нему подбирать то есть на самом деле нужно быть более смелыми так можно добавлю нужно вот я хочу сказать вот что у каждой женщины есть свое внутреннее состояние его как бы не видно да некоторые вот вобьют себе один раз в голову золото серебром нельзя супер когда золото с бижутери нельзя золотые часы и серебряное колечко нельзя там вот такие цвета вместе сочетать нельзя клетку и кружева нельзя полоску и кружева нельзя это нельзя и они так с эти живут и 7 живут и себя контролируют нельзя 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 и они такие вот какая-то сдавленность есть внутри какая-то память из прошлого а некоторые ничего не боятся модного этих современных всяких тенденций оденут себе и полоску с кружевом и клетку с кружевом и золото с серебром и отлично себя чувствуют отлично но я хочу сказать что эти люди которых много комплексов и много чего-то старых вот этих понятий заложено если даже они подберут все точно цвет в цвет тон в тон все точно точно по их правилам они все равно не будут чувствовать себя комфортно потому что внутри в душе но не то состояние а я вот хочу всех призвать сначала к правильному состоянию чтобы почувствовали себя так и величество женщина а потом уже начали подбирать аксессуары и вы уже другими глазами будете на это все смотреть я вот так считаю это очень классная тема что вы это затронули это озвучили действительно все это сочетается и нужно быть более свободным и как того смотрите мало того что женщина оценивать себя и иду это платье мне не подходит а тут у меня я не смогла одеть кольцо потому что кольцо не подошло к другому кольцу и вот так она идет идет а тут кто-то бац идет навстречу например я например я я чувствую себя свободно у меня сумка не в цвет кольца не в цвет все не в цвет я так иду себе радостно по улице и взяв как этого человека раздражает это да он он смотрит меня а это вообще оделась да поэтому прежде чем как-то на других рассматривать давайте рассматривать себя а лучше чем рассматривать вот это все заглядывать лучше сюда это такое предварительно сделала наставление причем роман подойдет к ассессуарам я извиняюсь что рома не дала сразу сказать здорово очень здорово это это настолько классная тема а то что у нас внутри проецирует наружу нужно не бояться не бойтесь экспериментировать не будьте зашоренными и оставьте советский союз пусть он будет где-то там в прошлом да я же всегда говорю знаешь как нас учили вот я там например ну была молодой женщиной на рубеже там 70-х 70-х была девушка и да из нас то воспитывали рабочих крестьянок чтобы мы были настоящими такими рабочими и крестьянками и вам ничего не было положено нам ничего не было положено но мы выжили в этой ситуации а теперь давайте это все забудем и так что касается платья и прекрасно замечательно платье который мы сегодня видим и до подбираем аксессуарную группу к нему здесь пару слов наверное нужно поговорить мне кажется что вы сможете рассказать ребятам уверен что коктейльные и вечерние платья вот дайте какой-нибудь совет давайте различать всегда что вечернее платье это всегда длинная в пол когда сейчас щу такие маленькие платьица маленькие выше коленочки молодым девушкам или молодым женщинам или более взрослым до колена и называют его вечерним ну там немножко кружева добавили говорят вечернее нет она не вечерняя вечерняя это когда длинная в пол кто может вот так открываться как наши платья на на тоже на наталья конечно это возможно например мне это уже невозможно это может быть закрытыми плечами но длина должна быть до пола и это будет вечернее платье коктейльное платье мы о нем сделаем лекцию отдельно коктейльном платье это колено выше колено ниже колено или миди, но оно не бывает уже в пол, потому что когда появились коктейльные платья, на самом деле это были послеобеденные платья. Платье, которое одевалось между обедом и вечером в свободное, ну для таких дам, которые вели такой светский образ жизни, они собирались на послеобеденный коктейль и они одевали определенные платья, которые еще не вечером. Да, совершенно верно. Но у нас сегодня вечернее платье, и как вы абсолютно верно сказали, вечернее платье, это платье исключительно в пол. Оно еще может быть открытым-закрытым, но это уже другая история. У нас открытое платье на базе корсета вверх. Оно, естественно, в пол с прекрасной атласной, правильно? Да, это двойной атлас, это очень тяжелая ткань. Вот, и ткань еще тяжелая. Оно блестяще само по себе, атлас сам по себе блестит, и дама одевающая, это, конечно же, будет в нем тоже блистать. И дабы эту историю подчеркнуть, мы по принципу подобия берем и используем первое, что самое простое в аксессуарах, это есть цвет платья синий. Мы берем синий цвет во всех его интерпретациях, и докомплектовываем образ с синими оттенками. А это значит, что мы можем взять туфли голубого цвета, обязательно, чтобы они были закрыты на шпильке, высокие, потому что вечернее платье, опять-таки, в пол, и нам нужно, что человека поднимать. Мы можем использовать винные оттенки, так как это, в принципе, история про синий цвет, но уже немножко красного. Это тоже всегда благородно и красиво. Подбирать клач тон в тон цвета, винные туфли, винный клач с синим будет очень красиво гармонировать, потому что это уже близлежащие цвета. То есть не просто синий, а синий в примеси с красным. Это родственное сочетание, такое тоже очень близко к принципу аналогии, то есть синий синим. Ну, я не могу так объяснить, как Роман, чего там в цветах смешано, но я со своей точки зрения, что это понимаю так, это не скучно. Да, но это более такое консервативное восприятие будет, то есть когда вы берете один цвет, и аксессуарная группа у вас в одном цвете, это всегда будет гармонично, и никто никогда вам не скажет, что это невкусно. Никогда. Если скажут, то они будут точно неправы. И второй вариант, как раз, когда мы можем делать более чуть более свободно, и когда мы хотим немного цвета добавить, больше смелости и свободы, опять-таки повторюсь, это когда вы берете, и совершенно другие оттенки будете, комплектуете в данном случае с нашим синим платьем. Это может быть горчичный цвет, вплоть до того, что может быть горчичный цвет, в зависимости от того, какой он. Это будет тоже вкусно смотреться. Нужно только понимать, какого оттенка, какой он насыщенности, и вообще нужно больше экспериментировать. Хотите желтые туфли, надевайте желтые туфли. А синее с золотом-то как красиво. У нас есть тоже, Ирина Михайловна, вот клач у нас как раз есть. Он хоть и классический черный, правда замшевый, но он с золотыми вставками, да. И мы подобрали сегодня несколько вариантов, чуть более смелых, и чуть менее, чуть более смелых, и чуть более легко комбинируемых. Конечно же, если у нас открытое платье, открытый лифт, нам нужно что-то наверх. А это может быть одна маленькая тоненькая цепочка с прекрасным маленьким бриллиантом, либо достаточно массивное, но красивое, не менее красивое украшение. Шею тоже нужно украшать. Да, представление о том, что на вечер можно одевать в вечернем платье только драгоценные камни, или дорогие украшения из золота, это, конечно, тоже уже вчерашний день. Это я хочу, чтобы тоже все усвоили. Бижутерия сегодня настолько высокого уровня, она настолько ювелирная уже по своей природе и по своей сути, что бижутерию просто нужно подобрать качественно, и она будет смотреться достаточно роскошно. Я очень люблю бижутерию. У вас она прекрасная, Ирина Михайловна, она у вас правда прекрасная. Вы в двух словах расскажите, что на вас сейчас одета из бижутерии. У меня, нет, у меня из бижутерии только вот это кольцо. Так, а это серебро и горный хрусталь. А вот, пожалуйста, кольцо. Когда мне надо поднять настроение, сразу одеваю это кольцо, потому что оно мне вот очень поднимает настроение. И сколько у меня не было колец, вот по поводу этого кольца, мне больше всего написали комментариев. Лестных, добрых. Да, хороших, да. Дело в том, что у меня же много колец есть и с топазами, и с оливинами, и с такими, и со всякими, всякими камнями, серебряных немало, да. Но вот когда я одеваю вот это кольцо, стоит оно 1200 итальянское, и как бы очень всем оно нравится. Стекло? И самое главное, нет, ну да, похоже, что стекло. И самое главное, оно очень нравится мне. Ну вот. Вы его не приобрели, если бы оно мне нравилось. Вот я очень с удовольствием вношу это кольцо, люблю бижутерию, я опять отвлеклась. Предлагаю просто посмотреть, как рядом с платьем смотрятся те или иные комплекты более детально и более предметно. Итак, мы приготовили для вас интересные и вкусные комплекты, которые, на мой взгляд, будут очень красиво дополнять это прекрасное платье. Чтобы научиться быстро и просто доукомплектовывать подобное платье, я предлагаю начать с более простого варианта, и это вариант в рамках одного цвета. Мы берем синий цвет, доукомплектовываем его простыми красивыми лодочками закрытого типа, голубого оттенка. Это будет придавать образу свежести. И есть такой вариант, как сережки, которые нам будут очень красиво доукомплектовывать образ полностью, и мы будем готовы идти и покорять вершины. Следующий комплект, который для вас сегодня приготовили, это комплект по принципу оттенки родственные близкие к синему. В данном случае мы говорим о фиолетовом цвете. Мы все с вами знаем, что фиолетовый цвет это компоновка синего и красного. Будьте смелыми и не бойтесь сочетать синий с фиолетовым. В данном случае для вас приготовили, чтобы вы посмотрели, как это вкусно может смотреться, винные оттенки, оттенки глубокого фиолетового цвета, туфли фиолетового цвета и, ой, Ирина Михайловна, спасибо, и клатч. Они немного отличаются по оттенку, но и там, и там одинаковая фактура, они все замшевые и туфли клатч. Это тоже будет очень интересно смотреться. Это для более смелых. А также вы можете, так как у нас очень открытая область декольте, мы должны что-то доукомплектовать наверх. И на мой взгляд, это очень вкусный комплект. Да, красивый. Еще комплект, который, мне кажется, понравится самым дамам, которые любят блистать везде и всегда, несмотря на то, что у нас платье блестит, конечно же, это абсолютно вечернее мероприятие. Это когда вам нужно идти на практически Каннский фестиваль, когда вам нужно идти на красную ковровую дорожку, обязательно используйте блестящие аксессуары. В данном случае для вас приготовили такое сочетание, как клач в пайетках-блестках, назовем его так, и прекрасные, красивые серьги-жирандоли, которые очень вкусно будут дополнять этот комплект. Ну и последний комплект на сегодня, который мы подготовили для того, чтобы быть совсем обворожительным, это классическое сочетание, но при этом не менее красивое. Конечно же, надевайте черные аксессуары. Это клач и та самая история, когда Ирина Михайловна говорила о том, что может ли сочетаться золото в теплый цвет с холодным платьем цвета. Конечно же, да, и это очень красиво. Надевайте черный клач, используйте вниз по принципу подобия черную обувь, это для совсем консервативных, и Ирина Михайловна, мне как раз помогает. Добавляйте золото. И добавляйте золото наверх. Мне очень нравится, очень. И, конечно же, у нас есть отдельно висит сумка, которая практически тон в тон самим платьем. Да, она тоже замшевая, но она будет очень красиво смотреться в этом комплекте. И еще несколько слов хотел сказать об аксессуарах. Не бойтесь комбинировать, не бойтесь сочетать разные фактуры, разные цвета, в принт, в полоску, в клетку, то, о чем Ирина Михайловна говорила. Всегда экспериментируйте. Широко распространено мнение, что замшевые туфли нельзя с кожаным клатчем, а замшевый клатч нельзя с кожаными туфлями. Это тоже с советского времени пришло к нам. Да, это миф. Да, да. Да, и так это тоже нельзя. Так думать даже нельзя. Будьте смелее, мне очень нравится, как вы сказали. Так даже думать нельзя, друзья. Да, я сама так тоже не думаю. Экспериментируйте, не бойтесь. Вот в этом и есть весь стиль и все поиски себя. Чем больше разными вы будете, тем лучше вам же и будет. Давайте так. Давайте поблагодарим Романа, что он к нам пришел и так интересно нам все это рассказал и столько всего принес с собой. Это очень нам приятно, потому что у нас тут платье есть, аксессуаров у нас тут нет. Все-таки мы живем в ателье, поэтому он так нас порадовал, все это принес, показал нам, рассказал о сочетании цветов. Мы благодарны все Роману. Ставьте лайки, делитесь нашими видео в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Подписывайтесь на канал «Привка стиля», чтобы вы тоже набирались в себе больше знаний, как ухаживать за волосами, как подбирать аксессуары. И Роман готов очень много интересного нам еще рассказывать, поэтому будем его поддерживать. Всего хорошего, с вами были мы, Паук Штрина Михайловна. Всего вам доброго, Роман Воробьев. Да, Роман Воробьев в лице канала «Привка стиля». Всего хорошего, с вами были мы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова